Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. И сегодня мы будем обсуждать философию буддизма. Притом мы будем обсуждать философию именно индийского буддизма, так как все-таки другие формы буддизма немножко посложнее в этом смысле. И почти все они все-таки основываются на непосредственно том самом буддизме, который мы будем разбирать сейчас. Из всех индийских учений самым крупным, многообразным и неоднозначным является, конечно же, буддизм. Именно поэтому мы попытаемся прикоснуться к философии индийского буддизма в отдельной лекции. Мы будем опираться на текст «Индийская философия Радха Кришнана». Я тоже рекомендую вам этот текст, он хороший, правда очень длинный, очень затянутый, и там много, честно говоря, водища, так скажем. Очень много восхваления индийской философии, но там содержится очень много полезной информации. Мы будем опираться на этот текст. И осмыслять на его основании буддийскую философию, что будет, откровенно говоря, непросто, так как буддизм включает в себя множество течений и ответвлений, имеющих совершенно разные объяснительные базы, аргументы, метафизику и даже понимание нирваны. Впрочем, начнем со всего по порядку. Основатель буддизма – Будда Шакьямуни, или Сиддхарха Гаутама в миру, в общем-то. Сначала он был Сиддхархой Гаутамой, а потом уже взял себе вот такое вот наименование Будда Шакьямуни. Период возникновения около пятого века до нашей эры. Не самое раннее учение, в общем-то, ну, не самое позднее, конечно. Начнем с этики. Этика. Этика буддизма. На основании своего духовного опыта Будда приобрел убеждение в существовании четырех благородных истин. Первая истина – что существует страдание. Вторая истина – что у страдания есть причина. А третья истина – что оно может быть прекращено. Четвертая истина – что есть путь прекращения страдания. Да, это из его известной проповеди, в общем-то. А какова главная причина страдания? Это неведение. Неведение на индийском – авидья. Практически во всех учениях индийских вы встретитесь с авидей, то есть неведениями. Она всегда выступает так или иначе причиной страданий, причиной всего плохого, причиной всего нехорошего. В общем, вот неведение – авидья. Авидья, авидья, авидья. Запоминайте. А когда достигается знание, страданию приходит конец. А неведение и ложное желание – это теоретическая и практическая сторона одного и того же явления. Избавление от страдания – вот основной мотив учения Будды. Бегать от всепроникающего зла существования – вот цель нравственной жизни. Спасение состоит в разрушении, собственно, нас самих получается непосредственно. Поскольку нирвана есть высшая цель. Все формы поведения, положительно ведущие к ней или приводящие к прекращению новых рождений, хороши. А противоположные формы – дурные. Ну, то есть, вот такая вот у нас этика. Если вы добродетельный, прекрасный, хороший человек, но это добродетель, и ваша хорошее привязывает вас к этому миру, то вы не очень-то нравственны с точки зрения буддизма. Так и вот, есть срединный путь, открытый Татхагатой. Вот такое вот положение. Что такое срединный путь? Это путь… Почему он именно срединный? В чем вообще срединный? Средида вот этот, в чобода? В том, что Будда как бы прошел через прекрасную, хорошую, такую замечательную жизнь, в общем-то, человека, принадлежащего к высшей касте, с одной стороны. А с другой стороны, он также прошел путь очень сурового аскета. Он пытался, так скажем, себя. Он себя очень сильно ограничивал, голодал. Даже говорят, что вот он был настолько в итоге худым после вот этих аскетических практик, что ребра даже было видно. Так вот, Будда решил, что ни один из вот этих вот двух крайних путей не является правильным. То, что есть срединный путь, который не заставляет нас, в общем-то, подвергать себя крайней степени истязания. Кстати, кто такой Татхагата? Татхагата, вот здесь написано, открытый Татхагата. И Татхагата – это синоним Будды. То есть, так приходящий. Переводится так приходящий, но это синоним Будды, это Будда. Так вот, есть срединный путь, открытый Татхагатой. Путь, открывающий глаза и наделяющий разумом, ведущий к миру, к прозрению высшей мудрости, к нирване. Это истинно благородный восьмеричный путь. Что ж такое вот тот самый известный восьмеричный путь? Ну, то есть, поворот колеса вот этого вот известного буддийского. Что же это такое? Это значит правильные взгляды, правильное стремление, правильная речь, правильное поведение, правильный образ жизни, правильное стремление, правильная направленность, правильные мысли и правильный экстаз. Нет, правильная направленность мысли и правильный экстаз. Вот их восемь. Это восьмеричный путь. И это буддийская мораль, в общем-то, по сути. Нужно следовать восьмеричному пути и с помощью него избавиться от страдания последовательно. Закон кармы, в общем-то, вот путь, вот ответ на наш вопрос, что какой-то путь, в общем-то, есть, и вот он, вот он, Будда говорит. Закон кармы не налагается изне, кстати. Он наложен в самой нашей природе. Формирование духовных навыков, растущая склонность к злу, ожесточающее влияние, повторение, которое подрывает фактическую свободу и я, все это входит в закон кармы. Мы не можем избежать последствий наших поступков. Проходящее действительно создает настоящее будущее. Закон кармы – это принцип, устанавливающий справедливость в человеческих отношениях. Когда карма становится высшим принципом, стоящим выше богов и людей, трудно найти какое-нибудь место для инициативы и стараний людей. Если все, что происходит, обуславливается кармой, трудно представить себе, почему индивид должен заботиться о том, что он делает. Он может только действовать в соответствии с законом. Спасение – это только другое название для примирения с ходом вещей. Так вот, в общем-то, вот есть карма. В буддизме есть карма. И вот-вот как она приблизительно выглядит. Также есть концепция неданы. Недана – это звенья, причина следственной зависимости в цепи перерождений. В общем-то, страдания есть. Страдания есть. Да, и у страданий есть причина. И причина страданий – это недана. Во всем, во всей своей красоте, во всем своей раскрытости. В 12 звеньях неданы. Вот этих звеньях причинно-следственных, которые мы вот сейчас вот видим на экране. Вот они, вот эти прекрасные, замечательные звенья, которые мы сейчас обсудим. В них, в общем-то, и заключается причина страдания по буддизму. Начнем. Первое звено – это неведение, то есть овидия. Ну, даже, понимаете, не неведение, а невидение, а отрицание и видия не вижу. Неведение. Мы создаем истинную природу ума. Мы верим в реально существующего себя. Ну, то есть в атман. Атмана, на самом деле, по буддизму нет, как бы, но мы тоже разберем. Так вот. Вторая причина – зарождение привычек и шаблонов разума. Третья причина – это распознание объектов. Ну, то есть сознание, некая виджняна. Третья причина – поток сознания несет отпечатки и позволяет созревать, в общем-то, всего этого. Ну, то есть у нас есть восприятие, с помощью которого мы все это принимаем. Пробуждение шести органов непосредственно уже… А, нет, 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 ладно. Четвертый пункт. Четвертый пункт. Присваивание наименований и придание форм. Пятый пункт. Пробуждение шести органов восприятия. Ну, то есть базовое восприятие. Шестой пункт. Связь с предметами. Седьмой пункт. Ощущение удовольствия или страдания от связи с предметами. То есть мы не только связываемся с предметами. Вот у нас есть предмет, я взял предмет. Вот, предмет. Он мой, мой предмет. А потом еще и ощущение удовольствия или страдания от этого предмета может возникнуть. Или от его утраты. Это тоже связь вот этой привязанности, которая возникает именно из авидии. Заметьте, авидия первая. И авидия есть причина всех прочих, в общем-то, пунктов. Продолжаем. Восьмой пункт. Желание достигать или избегать привязанностей. Вот. Да, эти ощущения приводят, в общем-то, к привязанностям. Дальше продолжаем. Привязанности и деятельность непосредственно. Десятый пункт. Воплощение. То есть рождение. Рождение тоже часть этой сцепи. После смерти отпечатки в сознании ведут к новому существованию. Да. Следующий пункт это старение и смерть. После рождения мы становимся все старше и старше. И, наконец, умираем. Это цепь причины следствий покрывает весь цикл материального существования. Ну, конечно же, появляется перерождение. После старения и смерти в буддизме проявляется перерождение. Мы рождаемся заново, ничего не знаем о виде. И начинается вот эта вот цепь вот всех вот этих вот элементов. Включая привязанности, желания и прочее, прочее, прочее. Продолжаем. Антропология буддизма. Атмана нет. Индивидуальность это непрочное состояние бытия, находящегося в процессе постоянного роста. Другой причиной, заставившей Буду молчать по поводу души, было его убеждение, что господствовавший инстинкт, утверждающий обычное Я, это скрытый корень всякого духовного зла. Он отвергает распространенное заблуждение о существовании индивидуального эго и оспаривает реальность поверхностного Я. Дальше. Все буддисты в целом пытаются рассматривать индивидуальную жизнь вне всякой связи с постоянным Я. Ибо если оно имеет какое-то значение, то кажется слишком скрытым. Чтобы быть нам сколько-нибудь полезным, мы должны теперь рассмотреть буддийский анализ Я. Когда кто-нибудь говорит Я, он имеет в виду или все сканхи вместе, или какую-либо одну из них. И тешит себя иллюзией того, что все это было Я. То есть Я в смысле Атман. Атман, самость. То есть присутствие самого себя, вот это вот все. Ну либо душа иногда переводится Атман. Метафизика. Под словом, кстати, метафизика, мы постоянно будем во всех вот этих вот учениях воспринимать то, что лежит над физикой. Так скажем. Довольно сложная, в общем-то, вещь эта метафизика. И даже физику мы будем включать в метафизику иногда, потому что что-то незримое, что-то лежащее за пределами нашего физического опыта непосредственного, все это будет метафизикой. Так вот. Метафизика. А Будда утверждает, что нет ничего постоянного. И что, если только постоянное заслуживает быть названным Я или Атманом, тогда ничто на земле не есть Я. Все Аната, не Я. Ну, Анатман, то есть. Все постоянно. Тело, ощущение, восприятие. Все не постоянно. В смысле, все не постоянно в буддизме, все не постоянно. Поток, постоянный поток бытия. И все меняется постоянно. Все течет. Тело, ощущение, восприятие, санскары и сознание. Все это печаль. Все это не Я. Ничто из них не действительно. Это только видимости, лишенные сущности и реальности. То, что мы разматриваем как Я, это последовательность пустых видимостей, слишком незначительных, чтобы за них вести борьбу. Чтобы объяснить непрерывное существование мира при отсутствии постоянного субстрата, Будда провозглашает закон причинности и делает его основой непрерывности. То есть, у нас есть постоянный непрерывный процесс становления мира, потоков бытия, поток, в котором наши, в общем-то, сканхи, наш внутренний мир, какие-то элементы нашего ощущения, они как бы, да, существуют как будто бы, но они не являются целостными, они не являются причиной порождения Я и не являются причинами существования Атмана. Так вот, все это находится в состоянии постоянного причинного, причинно связанного движения. Вот, например, по неданным, 12 вот этих пунктов, вот этот вот круговорот двенадцатеричный такой, вот он продолжается до бесконечности и он связан в едином потоке. Так вот, закон всеобщей причинности со своим короларием вечным постоянством становления является главным вкладом Будды в индийскую мысль. Ну, так считает Раха Кришна, но, да, допустим, действительно очень важное открытие. «Знайте, что все, что существует, возникает от причин и условий, и во всех отношениях является непостоянным. Все, имеющее причину, должно погибнуть. Все, что рождается, появляется на свет и организует, а содержит в себе врожденную необходимость распада. Все составные вещи должны состариться». Так вот, Нагарджуна в своем комментарии на пражня-парамита-сутру, сутра чистого сердца вроде как, да, говорит, «Татхагата иногда учил, что атман существует, а иногда учил, что атман не существует. Проповедуя, что атман существует, он существует и должен быть получателем несчастья и счастья в последовательных жизнях, как воздаяние за саму карму, он стремился спасти людей от ереси нигилизма». Ну, то есть, да, если мы внезапно признаем, что атмана не существует, и бога в том числе не существует, никого не существует, то мы как бы можем впасть в нигилизм и отказаться в том числе от буддизма. Поэтому Будда лукавил. Лукавил и пытался, в общем-то, объяснить сторонникам атмана, вот, но на самом деле, как бы, атман типа есть, есть, есть. Да, потом уже, когда они были вовлечены в учение буддизма, он им уже раскрывал настоящую правду. Истинно в смысле создателя или воспринимателя, или абсолютно свободного деятеля, а не только в смысле условного имени, даваемого совокупности пяти с ханком, он стремился спасти людей от противоположной ереси, этернализма. Ну, то есть, какой же из этих двух взглядов, по мнению Нагаржуни, является истинным по Будде? Это, несомненно, учение об отрицании атмана. Ну, то есть, атмана нет. Нет-то ни бога, нет ни человека, как атмана, как единого самости, как единого существа, как я. Это учение, которое так трудно понять, и Будда не предназначал для ушей тех, чей интеллект темен, и в ком не возрос корень блага. Почему же? Потому что эти люди, услышав учение об анатмане, несомненно, впали бы в ересь нигилизма. Будда проповедовал оба учения с очень различными целями. Он учил о существовании атмана, когда хотел, чтобы его слушатели усвоили условное учение. Он проповедовал учение об анатмане, то есть, не атмане, а отсутствии атмана, когда хотел передать им трансцендентальное учение. Ну, то есть, настоящее, сущностное в данном случае. Цель буддизма. Цель буддизма – нирвана, в общем-то. Если кратко, если кратко, цель буддизма – это нирвана. И вот, благородная истина об исчезновении мучения. Воистину, это исчезновение. Так что не остается никакой страсти. Это отказ, избавление, освобождение, отречение, наконец, от этой жажды снедающей. Будда не ставил прямо вопроса о природе нирваны. Он считал, что его миссия состоит не только в том, чтобы раскрыть тайны блаженства, сколько в том, чтобы привлечь людей к его осуществлению. Для него всепоглощающим интересом обладали жизненные страдания. Слово нирвана буквально означает «затухание» или «остывание». «Затухание» напоминает, конечно, кончину. «Остывание» кажется не полным уничтожением, но только умиранием страсти. Освобожденный ум подобен затухающему пламени. Да, эти два смысла слова нирвана следует смотреть как с отрицательной, так и с положительной стороны одного конечного состояния бытия. Которая не может быть адекватно охарактеризована в выражениях, доступных пониманию. Нирвана есть лишь разрушение, пламени, вожделение, ненависти и нелижества. Нирвана есть вечное условие бытия, ибо она не санскара. Санскара, сансара – это уже к переводчикам. Вопросы, как они все это интерпретируют, как проводят транскрипцию. У нас это санскара, это сансара. В тексте Радхакришна на мой взгляд часто будем встречаться с словом «санскара» именно. Не то, что сделано или сложилось, а потому не постоянно. Она продолжается, в то время как ее выражения меняются. Что же содержится за асканхами, которые подвержены рождению и распаду? Иллюзия становления основана на реальности нирваны. Будда не пытается дать ей определение, поскольку это коренное начало всего. Как таковое неопределимо. Ну, то есть нирвана слишком сложна, чтобы ее описать на нашем человеческом языке. Потому что человеческий язык, он основан по сути на сансаре. Он внутри сансары, он описывает явления сансары, он привязан к опыту, он привязан к различным вещам, которые не имеют к нирване по сути никакого прямого отношения. Так вот. Указывает, что в нирване, который сравнивает с глубоким сном, душа теряет свою индивидуальность и сливается с объективным целым. Вот таково учение буддизма в общих чертах. Это самые простые положения, которые разделяют, ну, многие буддисты. Не все, но многие. Это очень-очень-очень базисные положения для буддизма, с которыми мы должны просто запомнить. Далее идет разделение буддизма, конечно же, на колоссальное количество школ. Буддистов очень много. Прям очень-очень много. Очень много разновидностей буддистов, очень много различных учений, очень много различных подходов. Давайте-ка, в общем-то, разберемся с этим немного, вот-вот-вот, поверхностно начнем сначала. Выделим два направления. Это хинаяна, то есть малая колесница, и махаяна, большая колесница. Есть еще ваджраяна, то есть алмазная колесница. Хинаяна, то есть малая колесница, это, конечно, не само название. Нет, нет, конечно, не само название, но нам так удобнее будет. Есть малая колесница, есть большая колесница, есть алмазная колесница. Сразу три колесницы есть. Это интересно. Так вот, хинаяна опирается на древнебуддийское учение, которое мы описали выше. Цель хинаяны – достижение состояния архата. Ну, то есть, когда человек попадает в нирвану. Махаяна включает в себя множество разнородных школ, но цель у них одна, то есть просветление. То есть достижение такого состояния, в котором человек уподобится Будде, и сможет преподавать буддийское учение всем живым существам. Архат добивается нирваны и никого не учит. Просветленный уподобляется Будде и помогает другим. Вот, вот разница большая между архатом, между сторонником учения Хинаяны. Ученик Хинаяны – это как бы такой монах, который закрылся в своем монастыре, сидит, медитирует и ради себя добивается освобождения. А в Махаяне все несколько иначе. Ну, кстати, неудивительно, что именно Махаяна, по сути, представляется учением мировым буддизмом. Именно та школа Махаяны – это и есть вот та мировая религия буддизма. Все, что связано с мировой религией буддизма, которая везде-везде-везде распространяется, которая так часто всплывает, то, что сделал буддизм мировой религии – это Махаяна непосредственно. А почему? Почему, почему, почему? Да потому, что у них идеал просветленного присутствует. То есть уподобление Будде в помощи другим обрести просветление. Вот. А есть еще и Баджраяна. Это направление тантрического буддизма, которое характеризуется довольно специфическими практиками. Да. Очень специфическими практиками рассказывать их – это, ну, во многом даже 18 плюс надо сразу ставить. А тем более, если показывать, на ютубе забанят, я думаю, за это. Так вот, вайбхашика. Есть несколько направлений, в общем-то, буддизма, именно философских, которые разбираются с разными философскими вопросами. Первое из них – вайбхашика. Второе – саутрантика. Третье – матхямака. Четвертое – йогачара. Так. Вот они, вот они. Прекрасные направления буддизма. С ними разбираться мы тоже вынуждены. Ну, поскольку они касаются непосредственно важнейших философских вопросов, во-первых. И во-вторых, это четыре очень разных направления, которые конфликтуют друг с другом по разным аспектам буддийского учения. Поехали. Вайбхашика. Колесница. Малая. Ну, то есть, хинаяна. Метафизика. Какая же у них метафизика? Интересно. Ну, можно описать двумя словами ее. Плюралистический реализм. А вайбхашики обращаются к опыту, который порождает неоспоримые свидетельства о природе вещей. Вайбхашики, как и в самом Трантике, очень сложное слово для того, чтобы его проговорить, допускают постоянную реальность основных элементов или их внеумственное существование. Существует только четыре, а не пять элементов. Земля, которая тверда, вода, которая прохладна, огонь, который горяч, и воздух, который подвижен. Твердость и неподвижность, как мы видим, на земле. Прохлада и... Ну, в общем-то, прохлада на воде, на огне свойство быть горячим, и воздух свойство быть подвижным. То есть, подвижным и нетвердым даже одновременно. Причем, ну, земля, в отличие от воды и от огня, тоже твердая. Ну, то есть, вот такие вот пять элементов. Пятый элемент Акаши не признается. Внешние объекты являются результатами скопления первичных атомов в соответствии с их качествами. Атомическая теория принимается и вайбхашиками, и саутрантиками. А все объекты, в конечном счете, сводятся к атомам. Вайбхашики утверждают, что атом имеет шесть сторон, и все же он един. Его пространство внутри атома не может быть разделено. Они также утверждают, что атомы могут восприниматься в массе, так как мы не можем видеть их поодиночке. Так же, как мы видим массу волос, а не отдельный волос. Теория познания. Истинными и доступными нам инструментами познания являются восприятие и понятие. Кстати, вот обратите внимание на теорию познания. У каждой индийской школы есть своя теория познания. Да. И вот эта вот штука восприятия и понятия – это пракрити. То есть, вот это и есть инструменты познания пракрити. Пракрити – инструменты прознания. Сейчас, подождите. Нет, я кажется, сейчас кое-что перепутал. Не пракрити. Ну, неважно. В общем-то, вот-вот инструменты познания. Мы их еще будем развивать. Раскрывать. Так вот, существуют такие, в общем-то, теории, согласно которым также еще инструментом познания является авторитет. Ну, то есть, шабда. Авторитет, письменный авторитет каких-то там текстов. Здесь его просто нет. Восприятие и понятие. Все открывается с помощью восприятия и понятия. Все. Очень такая лаконичная система. Продолжаем. Цель. Цель, согласно учению этой школы буддизма, является обыкновенным... Будда является обыкновенным человеком, который после достижения ограниченной нирвани в результате достижения просветленности и после достижения состояния окончательной нирваны в результате смерти перестал существовать. Единственным божественным элементом у Будды было его интуитивное знание истины, которое он достиг без помощи других. В общем-то, довольно-таки материалистическое направление буддизма. Довольно материалистическое и интересное. Саутрантика. Колесница малая. Метафизика. Признание атомической теории саутрантики очень мало отличается от вайбхашиков. Для саутрантиков акаша это то же самое, что первичный атом. Так как и то, и другое лишь понятие, и ничто больше. Кстати, давайте вот сейчас остановимся на вот этих вот атомах. Это речь идет непосредственно о таком понятии, которое вот используется в индийской философии очень часто. Дхарма оно называется. Дхарма очень часто обозначает некий закон, некое учение. У буддистов тоже есть дхарма. Дхарма. Дхарма у них есть. То есть, как вот некие законы, учения, которые необходимо соблюдать. Порядки буддийские важные. То есть, жить надо по дхарме. А другой стороны есть дхармы. А дхармы здесь уже обозначают как раз вот эти вот определенные частицы. Вопрос в том, являются ли частицы вот эти вот иллюзорными, являются ли они пустыми, либо они являются реальными. Так вот, первые буддийские школы непосредственно утверждали, что дхармы реальны. Реальны. Они не пусты, во-первых. И они не иллюзорны. Дхармы – это реальный материал, из которого состоит мир. Дхармы – это определенные таковости, получается. Здесь это переводится как атомы. Вообще, очень многое в индийской философии в ее трактовке зависит от переводов. Ну и очень зависимо от переводчика в данном случае, потому что у философов, в принципе, обычно индийские санскриты, палии, эти языки, они не являются основными для изучения. Да. Так вот, теперь теория познания. Саутрантики признают внеумственное существование феноменального мира. Во-первых. Да, во-первых, это так. То есть, они похожи здесь на вайбхашиков. Но только у нас нет непосредственного восприятия этого мира. Ой, 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 какая же незадача. То есть, мир существует, а воспринимать его таким, какой он есть, мы не можем. Вот, а вайбхашиков можем. Так вот, получается, что мы располагаем представлениями, содержащимися в нашем уме, с помощью которых мы делаем вывод о существовании внешних объектов. Да, интересно. Объекты существуют, но вывод мы делаем как бы об их существовании опосредованно. Они должны существовать, ибо без объектов восприятия не может быть восприятия. Объекты мгновенные. Очень по-буддийски в данном случае мгновенные. То есть, все изменяется, все течет, поток бытия, объекты мгновенные. А признавая реальность внешнего мира, саутрантики продолжают объяснение процесса познания. Знание возникает на основании четырех условий, каковыми являются данные, предположения, посредник, доминирующий орган. А саутрантики говорят, что наши данные в познании представляют собой беспорядочную смесь, которая приходит к нам измне, представляемая вещами, которые существуют. А теперь вот одно из моих любимых учений – Мадхьямака. А, да. Одно из важнейших учений Большой Колесницы, то есть Махаяна. Его основатель, величайший мыслитель буддизма Нагарджуна. Период возникновения – второй век нашей эры. Теория познания. Ох, теория познания, да, такая. Вещь познается нами через ее качества. Когда мы постигаем все качества, то мы, говорят, познаем вещь. А когда мы познаем их, то мы познаем и сущность. Познание объяснить невозможно. Ощущения порождают идеи, так же, как идеи порождают ощущения. Растение производит семена, а семена – снова растение. Восприятие не является самостоятельно существующим. То есть для Мадхьямака проблема познания, ну, обозначена очень четко. Сдаются вопросы, а реально ли можно все об этом познать? Почему мы познаем? Зачем? Как это вообще возможно? Ведь на самом деле ведь так и есть. Когда у нас с одной стороны есть ощущения, которые порождают идеи, а с другой стороны идеи-то все-таки тоже порождают ощущения. Что первично? Курица или яйцо? Ощущения или идея? И как доказать, что ощущения первичны идеи или идея первичны ощущения? Более того, Нагарджуна подчеркивает, что язык в принципе не может адекватно описать реальность, ибо все языковые формы неадекватны реальности. Неадекватно ей и философское мышление, оперирующее понятиями и категориями. Логическое мышление не в силах постичь реальность, как она есть, а язык описать ее. Следовательно, никакая антология, никакая наука о бытии невозможна, ибо она всегда будет связана не с реальностью, а с нашими представлениями о ней, или даже с некой псевдореальностью, сконструированной нашими мыслительными навыками и ложными представлениями. Все реальное неописываемое, все описываемое нереально. Метафизика. Вещь является, конечно же, множеством тхарм. Тхармы, мы уже посмотрели на эти тхармы, они там наверху были описаны. Да, вещь действительно является множеством тхарм. Следующих одна за другой в непрерывной последовательности. Да, мгновенные, сменяющиеся и так далее. Индивидуальное человеческое бытие представляет собой собрание тхарм тоже, так как и каждая мысль, чувство и желание являются тхармой. Существуют только тхармы, но они обречены на разрушение. Тхармы это моменты непрерывного, да, моменты непрерывного опыта, психофизический космос для буддистов, возникновение, разрушение постоянно, и снова последовательное возникновение. В общем-то, все возникает, исчезает постоянно, появляется опять тоже постоянно. И этот процесс также взаимосвязан логически. Природа это видимость, но существует вечная основа, бесконечность из которой все выходит и куда все уходит. Однако, говоря о ней, мы должны отбросить все категории, относящиеся к нашей эмпирической жизни. Мы не можем сказать, что она собой представляет, свободна ли она или осознаваема. Ну, то есть, Матхиамака очень близка к скептицизму в этих вопросах. Вот действительно, ну, допустим, тхармы, конечно, есть, но опознать-то мы их не можем. Это гностицизм, да, гностицизм, скептицизм местами. Очень хитрая позиция Матхиамиков, которые, ну, даже позволяют им врать в спорах, потому что их позиция очень странная. Позиция отрицательства практически всего. И один из главных терминов, в общем-то, Матхиамики – это шунья. Пустота. Шунья – это пустота. А шунья понимается у них по-разному. Так, для одних она означает ничто, для других – постоянное начало, трансцендентное и неопределённое, имманентное всем мещам. Первая вера для мира опыта, последняя для метафизической реальности. Даже иллюзорная структура не может поддерживаться в пустоте. Всякое отрицание зависит от открытого утверждения. Абсолютное отрицание невозможно. Вот так вот было. Так вот, шунья-та – это часть учения, в общем-то, Матхиамаки о том, что всё является пустотным. Всё пусто. Всё пусто. Дхармы, которые мы выше перечисляли, они пусты на самом деле, представляете? Вот у нас рассуждали товарищи Саутрантики и Вайбхашки, рассуждали о том, что тхармы существуют. О том, что они вот реальны. Нет, они пусты. Это синоним того, что не имеет причины, того, что находится вне мышления или понятия, того, что не производится, того, что не родится, того, что не имеет измерения. О первичной реальности мы не можем сказать ничего. Мы не можем ничего сказать об этих тхармах. Ну, допустим, да, они существуют, но они пусты. Мы не понимаем их. Мы не можем их никак осмыслить. Мы не можем их никак, в общем-то, представить и предоставить их, в общем-то, вниманию всех вокруг. Они пусты. Мы можем размышлять о тхармах. Мы можем думать о том, как возникают те или иные эмоции, мысли, как возникают те или иные явления, как те или иные феномены. Но в корне они оказываются пустыми. Абсолютно не является ни существующим, ни несуществующим, ни одновременно существующим и несуществующим, неотличным как несуществование, так и существование. Да, это уже отсылочка такая к Санджае Беладхипуте, наверное, с его антитролемой. Ну, неважно. В общем, все пусто. Все пусто, нет никаких оснований получается. Все временно, все мгновенно. И все вот эти вот дхармы, они тоже пусты. По сути, вот основание буддийской метафизики, дхармы, ну и физики в том числе, и она оказывается в рамках Матхиамики пуста. Цель. Теперь цель. Из своих посылок Нагарджуна делает еще один вывод, чрезвычайно важный для философской доктрины Махаяны. Он утверждает торжественность, торжественность сансары и нирваны. То есть, сансара и нирваны оказываются теперь одно и то же. Нет никакой разницы вообще между нирваной и сансарой. Нет разницы вообще между сансарой и нирваной. Что является пределом нирваны, также и предел сансары. Между этими двумя мы не можем найти даже слабейшей тени различия. В общем-то, как вы поняли, да, у Будды, у Будды в изначальном учении есть сансара и есть нирвана. Есть сансара как мир, в котором мы живем, а есть нирвана, мир, к которому буддист стремится. Ну, мир и состояние, в данном случае, состояние покоя, вот это вот, вот это вот затухание. Или еще нирвану описывают как гладкую воду, например, когда тишь. Мы мы плывем в море и вот все, тишина. Никаких волн, вода гладкая, все потрясающе. Вот нирвана. Нирвана абсолютная спокойствие в данном случае получается. От решения, от всего, от любых негативных состояний, от любого страдания. И оказывается, это то же самое, что и сансара. Это вот просто, это следующий ход буддизма, и это следующий уровень непосредственно. То есть, мы вообще должны понимать, какая большая разница между различными буддийскими учениями, которые основываются, с одной стороны, на древнем буддизме, а с другой стороны, на буддизме большой колесницы. Непосредственно на буддизме матхиамаке. Разница просто колоссальная. Термины одни и те же, но разница большая. Теперь перейдем к следующей школе. И она называется йога-чара. Основатели, известные и последователи. Основатель, ну как сказать основатель, это Майтрея. Майтрея легендарный персонаж, непосредственно его текстов у нас, если не ошибаюсь, нет. Очень-очень интересно, да. Основные, в общем-то, теоретики в данном случае являются важнее, более важными, чем Майтрея, потому что их тексты почитать мы непосредственно можем. И это очень известные буддийские, в общем-то, исследователи, очень известные буддийские мыслители, да. Это действительно большие мыслители. Асанга, Васубанху, Дигнага, Дхармакирти. Причем, да, действительно очень примечательно, что они все вчетвером здесь представлены, потому что они все-все-все четверо, Асанга, Васубанху, Дигнага и Дхармакирти, внесли большой вклад в становление буддийских теорий. И это во многом, наверное, связано с тем, что йогачара довольно-таки специфическое учение, очень специфическое учение. Принадлежит оно, конечно же, к Большой Колеснице. Период возникновения, 4-5 века, конечно же, нашей эры. А теперь поехали, поехали к самой, для нас самое интересное. Метафизика. Чем же характеризуется метафизика йогачара? Йогачара сводит всю реальность к отношениям идей. Существование внешнего мира является фикцией. У нас нет оснований предполагать, что причиной всех идей является материальная субстанция. Материя – это идея и ничто больше. Вещи представляют собой комбинации ощущений. Объектами знаний являются или идеи, действительно запечатленные нашими чувствами, или идеи, полученные в результате размышлений. Йогачары являются сторонниками Вижняновады. Они отрицают реальное существование всего за исключением Вижняны, то есть сознания. Все вещи связаны с Вижняном. Нет ничего вне мысли. Не может существовать какой-либо абсолютной противоположности между мыслящим субъектом и миром объектов. Каждый мыслит, как бы, каждый объект мыслит, каждый субъект мыслит, точнее. А мысль есть начало и конец всякого знания. Отбросьте мысль, и все превратится в ничто. Каждый индивид имеет Вижняну, в которой зародыши всех вещей существуют в своей изначальной форме. Объективный мир не существует в реальности. Ладно, объективный мир, объективный мир, все буддийские миры, их там много, много буддийских миров, очень много буддийских миров. Мир девов, мир асаров, мир людей, мир животных, претов и ад. В общем-то, все это иллюзорные миры, их не существует на самом деле. Но с помощью субъективной иллюзии, создаваемой Авидией, индивид проецирует в зародуши Валая Вижнянина внешний мир и представляет, что они таковы, какими они, как ему кажется, должны быть. Вот, вот, все иллюзия, все нереально, все именно в этом учении, именно в йогачаре, именно в йогачаре и учениях, вот, зависимых от йогачара, все есть иллюзия. Понятно. Авидия, создаваемая Авидия, это незнание. Незнание того, что все есть иллюзия. Вот ты, дурачок, не знаешь того, что все есть иллюзия, вот когда познаешь, тогда все будет лучше значительно. А Вижняна, сознание, запомните, сознание Алаи Вижняна, особый аспект сознания, который мы рассмотрим чуть позже. Теория познания. В общем, вы смотрите на предмет. Он существует в вашем уме. Вы отворачиваете предмет, забываете о нем. Все предмета больше не существует. Предмет, на который никто не смотрит и который никто не воспринимает в своем уме, то есть не создает в своем уме, это не существующий предмет. Да, для многих это шокирующее, в общем-то, мировоззрение. Очень странное, очень странное. Но вот такие вот у нас буддисты были. Некоторые буддисты были такими. Цель. Которые являются материнским морем сознания. Откуда вещи возникают и куда они возвращаются. Оно является жизненной основой, порождающей вещи, которые возвращаются. Оно высшее или совершенное знание, не знающее никаких вещей и не ощущающее различий. Оно неизменное и поэтому совершенно. В общем-то, стремимся мы к Аллае Вижняне. Раскрываем нашу Аллаю Вижняну. Есть просто Вижняна, наше сознание, не очень совершенно, а есть Аллая Вижняна. Так вот, оно неизменное и потому совершенно Аллая становится универсальным субъектом, а не эмпирическим Я. Аллая Вижняна. Целое, содержащее в себе познающее и познаваемое. Высшее состояние, которое выходит за пределы всех противоположностей, в котором положительные и отрицательные представляют собой одно и то же. Фух, это Абха-Вабха-Васаманата. Вот она, вот она. Да, я уже, наверное, просветился от того, что произнес это слово. Так вот, югачоры называют ее татхатой. Так, приходящей, да. Или чистым бытием. Чистое бытие или татхата. Называется также Аллая Вижняной в ее динамическом аспекте, когда она сочетается с началом индивидуализации или отрицания. Нирвана – это очищение ума, его восстановление в первоначальной или лучезарной прозрачности. Короче, все есть сознание, все иллюзия, как бы. Очень просто объясняем. Все есть сознание, все есть иллюзия, у нас есть, в общем, все в сознании. А у сознания есть ряд, в общем-то, тоже состояний. Самое чистое состояние – это Аллая Вижняна. И его мы должны, в общем-то, достигнуть. И при этом достигнуть еще более высшего состояния внутри Аллая Вижняни, который называется Бхабха-Васаманата. Вот она, вот ее мы должны тоже достигнуть. Это чистое бытие. Та самая нирвана. Все, все, потрясающе. Очень просто изложили учение, текст вот такой интересный. Теперь мы переходим к еще одному прекрасному слову, проговорить которое, слава богу, я могу. Татха-гата-гарбха. Татха-гата-гарбха. Да. Татха-гата. А, так приходящий. Татха-гата-гарбха. Вместилище так приходящего. Или зародыш так приходящего. Это буддийская теория, которая, ну, не очень-то соотносится с позицией йога-чары с одной стороны, не очень-то соотносится с позицией матхьямки с другой. В общем-то, это такая своеобразная индийская теория, которая в итоге, ну, перешла уже скорее больше в китайский буддизм. В Индии, ну, она не успела себя до конца реализовать. А что же такое Татха-гата-гарбха? Это учение о беспрепятственной возможности для всех живых существ стать буддами. Или же о присутствии Будды, то есть природы Будды в каждом живом существе. Все существа могут стать буддами, поскольку в природе существа нет ничего, что могло бы этому воспрепятствовать. Либо все существующее уже есть Будды. В общем, есть Будда. У нас во всех есть зерна Будды, семена, зародыши Будды, которые могут произрасти, которые могут, в общем-то, стать Будды. И вот это вот в итоге Татха-гата-гарбха станет основой для создания такой концепции, как мгновенное просветление. А буддисты-то, по сути, индийские, они что делали? Они медитировали, медитировали в течение нескольких жизней. Нет, это не все так просто. Это не просто ты стал буддистом и просветился и пошел в нирвану. Нет, ты несколько жизней работаешь над тем, чтобы просветиться. А потом внезапно оказывается, что есть некая Татха-гата-гарбха. И оказывается, можно определенными способами мгновенно достичь просветления, мгновенно пробудить в себе Будду, так называемый зародыш. К сожалению, буддизм в Индии был вытеснен. Был вытеснен очень неприятно для буддизма, что он, в общем-то, со своей родины уехал в итоге и не развивался там в течение многих веков. И вот не пришлось в буддизму индийскому именно развивать теорию Татха-гата-гарбхи, хотя она возникла в Индии непосредственно. Вот. В целом довольно интересное учение, очень отличающееся от всего прочего буддизма, который мы до этого рассматривали. Ну и следует, наверное, в заключение сказать, что мы прикоснулись к буддизму в максимальной степени поверхностно, изучив лишь философские положения в самых известных его направлении в Индии. Сам буддизм куда более многообразен и интересен. Впрочем, вы уже могли заметить для себя его неоднозначность. И этих школ, школ просто огромное количество. Если вы что-то там говорите про буддизм, уважаемые, вы хотя бы проверяйте, проверяйте информацию. В одной школе говорят одно, в другой школе другое, в одной школе там одна теория познания, в другой там другая, этика тоже разная, разные законы для общин буддийских. Учитывайте, учитывайте многочисленные факторы, которые влияют, в общем-то, на буддизм. Не говорите слово буддизм просто вот так вот. Да, у нас есть множество направлений, с которыми можно разбираться. Всё. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю просветления. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю просветления. С вами прощаюсь и желаю просветления. Подпишитесь. Подпишитесь. Субтитры создавал DimaTorzok